Музыка Благодаря комплексным мерам государственной поддержки сегодня аграрная отрасль развивается внушительными темпами и сегодня стал локомотивом для развития методологии, машиностроения и других отраслей экономики. Огромный потенциал роста заложен в комплексном внедрении научных разработок и передовых технологий. О том, что сегодня научное сообщество предлагает агропроизводителям, мы поговорим с руководителем Сибирского федерального научного центра агротехнологий Российской академии наук Кириллом Голохлостом. Добрый день, Кирилл. Добрый день, Александр. Обычно приход новых людей – это новые мысли, свежие идеи. С чем пришла ваша команда? Наша команда пришла с мечтой. Как бы это громко ни звучало, мечта – это то, что ведет нас по жизни. Вы знаете, что если у вас нет мечты, то не зачем, наверное, и жить. Поэтому наша мечта, она, конечно, когда мы сюда зашли, была немного другой, и она не претерпела некоторые изменения. Хочется просто то, чему мы научились, то, что мы узнали из разных сфер. У меня команда разносторонняя, они не все пришли из сельскохозяйственной науки. Кто-то строитель, кто-то экономист. Мы это все вместе собрали, вот эти навыки мы хотим применить здесь. Когда я погрузился, да, из-за этих полгода, ну почти полгода, я увидел огромную глыбу истории. Я увидел ту мечту, которую закладывал сюда создатель, Иракль Иванович Синягин, его соратники. И мы очень хотим, чтобы наша мечта слилась с этой мечтой, которая была здесь 50 лет назад. И мы двигались, ну вот, какими-то такими проторенными маршрутами. Люди, которые здесь живут, некоторые из них его помнят. Это любовь вот к новому, к созданию чего-то такого сверхъестественного. Потому что построить в чистом поле город, да, с таким научным центром, это, конечно, была какая-то огромная мечта. У Ирака Ивановича такая есть хорошая фраза, дело, созданное по воле народа, должно жить в веках. И вот мы двигаемся вот по вот этому проторенному маршруту. Вот это наша мечта, сделать большое красивое дело, это то, чем мы живем. Кирилл Циборович, сегодня в России идет аттестация научных организаций по актуальности проектов. Ага. Вот с какими проектами идете вы и на какие сделаете ставки, чтобы попасть в первую категорию? Да, вы правы, мы пока находимся во второй категории, но это потому, что мы очень большие. Невозможно подтянуть сразу все отрасли. Что мы подняли на флаг, это внедрение новых генетических технологий в вопросы селекции, семеноводства. Потому что, ну и в животноводстве то же самое, потому что сейчас без генетики это очень долгий путь. Вот разные стандартные методы селекции, они занимают в среднем 10-12 лет. С помощью применения генетики вы сокращаете это сразу до 3-5 лет, например. Вы, кроме всего прочего, можете с помощью небольших подкручиваний получать сорта или породы с новыми характеристиками. Например, выведение полезной еды. Как говорят в Китае, еда должна быть лекарством, лекарство едой. Поэтому мы можем делать, например, огурцы, ну собираемся делать огурцы для больных диабетом. Или, допустим, помидоры для людей, у которых повышенное давление. Мы можем, подкручивая и включая в растениях те гены, которые нам нужны, правильно включая, мы можем создавать новый тип продуктов питания. И вот с этими технологиями мы собираемся зайти в первую категорию. Но это тоже не единственная самоцель. Самое главное создавать тот продукт, который будет востребован. Нет, ну вы говорите не самоцель. Вы говорите, первая категория, это и совершенно другое финансирование. Да, это дополнительные деньги. Но это важное, важно, конечно. Что-то, когда сегодня не хватает, порой, науки. Согласен, да. Эта цель поставлена, она будет, естественно, решена. Просто для нас сам процесс, он важнее, чем результат. Помните, как Исаак Бринштейн говорил, цель не что, движение все. Поэтому, развиваясь, ставя правильные задачи, мы будем меняться внутри. И это, наверное, для меня более важная даже история. Останемся мы второй или первый. Вопрос, он, все-таки это конкурсная история, да. Но то, что мы изменимся, то, что мы научимся работать по-новому, применяя новые технологии, создавая здесь новые невообразимые сорта растений или породы животных, это, наверное, все-таки важнее. Потому что внутренняя, а потом награда 100% найдет. Ну, результат, это все-таки выход на рынок. Выход на рынок, да. Продажа продукции готова. Не только, не только, да. Лицензионные договора. То есть мы же являемся оригинатором, мы производим семена уровней элита, суперэлита. И нам важно, чтобы эти сорта были правильно приняты сообществом, чтобы они давали максимальную урожайность, были устойчивы к болезням. И здесь тоже нам поможет генетика. Потому что, ну, знаете, как обычно, допустим, идет селекционный процесс. И вы только год на пятый, на шестой вдруг понимаете, что вот эта линия, она более устойчива, например, к какому-то паразиту или возбудителю, к какому-то заболеванию. Но вы это поймете уже поздно. Мы можем это понять уже в первых двух годах. И это новые технологии, которые мы собираемся привнести. Кирилл Сыглович, сегодня есть такая тенденция. В оградуный бизнес приходят новые люди, но совершенно не имея компетенции в сельском хозяйстве. Это и крупные компании с серьезными деньгами. Это и романтики-одиночки. Конечно, да. Все они пытаются выстроить высокомаржинальный бизнес. Не у всех все получается, потому как неправильно используя ресурсы. Какую роль вы видите в этом бизнесе? Я считаю, что здесь наша роль в обучении. Мы осуществляем консультативную поддержку таких вот новичков в этом бизнесе. За последние вот эти пять месяцев было заключено таких около десятка контрактов, когда люди приходили, как вы правильно сказали, совершенно из другой отрасли, из строительства, из перевозок, транспортной компании, какие-то игроки на рынке. Они приходят к нам, мы спрашиваем, что им нужно, рассказываем, как лучше это сделать, заключаем контракты. И эти контракты, я думаю, что в ближайшее время станут основой для будущих каких-то, может быть, новых форм малых инновационных предприятий или каких-то других форм взаимодействия. Почему они туда идут, понятно, потому что сельское хозяйство сегодня это одна из самых быстро растущих отраслей. Вы знаете, что на бирже торгуют уже пшеница, рожь, многие культуры. То есть это становится биржевым товаром, ну, вернее, уже давно является. Это очень хороший бизнес, это очень хорошие деньги. И люди многие выходят, и агрохолдинги гигантские. Есть, конечно, такая борьба небольшая. Маленькие предприятия большими, большие их поглощают, но это рынок, он сам регулирует. Наше место – это научная разработка, это создание новых сортов под заказ. Есть такой пример. Я был в Сингапуре в саде Орхидей, там огромный сад Орхидей. И вы можете там за деньги заказать сорт имени себя с нужными вам рисунками. Это вот что-то такое очень интересное, неожиданное, когда вы можете заказывать вид сельскохозяйственного растения, какой-то там сорт породы животных. Поэтому наша задача здесь, еще раз повторюсь, в создании правильных условий. То есть мы наука, мы создаем, и мы это дело отправляем на рынок. И компании, которые не имели в этом опыта, я думаю, что за 2-3 года работы с нами станут крепкими собственниками. Вот у нас в Новосибирской области есть огромный потенциал. Да, гигантский потенциал. Ну вот есть проблема с коммерциализацией. И я вот читал ваши покупатели, и вот у вас есть понимание, как монетизировать все разработки. И тем более, что я вижу ваши желания их монетизировать. И вот какие готовые решения сегодня есть? Я имею в виду по алгоритму. По алгоритму? Хотя бы сейчас из конфетики, по алгоритму. Смотрите, коммерциализация – это то, чем никогда наука особо не занималась. Есть определенные цепочки создания нового продукта. Разработка, проверка, внедрение, обкатка. Вот они проходят. Наука всегда стояла на первых этапах. И из-за этого, может быть, какое-то время назад столько критики было в сторону ученых. Что вот, вы там сами для себя что-то делаете, никто этого не видит. То есть вот было такое непонимание. У меня просто и собственный опыт. Я выигрывал не только научные гранты, но и такие научно-производственные гранты, которые позволяли мне проследить всю эту цепочку. Поэтому здесь у нас, в Сибирском федеральном научном центре агротехнологии РАН, более всего, наверное, возможность коммерциализации прослеживается. Потому что это конкретный выход. Создали сорт, высадили его на поле. Три года он пошел в подготовку, передали в госсорткомиссию, получили результат. Все. То есть у нас больше всего к этому предпосылок. Поэтому вот эта новая наука, которую, может быть, слишком громко назову, новый подход к науке, он заключается именно в том, чтобы доводить это до конечного результата. Потому что изначально конечный результат – это статья, монография, диссертации и все. Да, мы хотим патенты внедрять, и мы их внедряем. У нас огромное количество патентов каждый год выходит. Мы заключаем на них лицензионные соглашения. У нас их покупают фермеры. И по этому лицензионному соглашению мы получаем деньги, очень неплохие. Поэтому вот это вот доведение до конца, она и нам полезна, и людям, которые к нам приходят, полезна. Вот ваши услуги, что вы их назваете, которые выдают технологии. Ну, если для крупных агроколдингов, это, наверное, статья понятна, но есть возможность адресовать. А вот для малых. У нас гибкая политика ценовая. То есть к нам приходили люди, которые сказали, мужики, ну вот сейчас вот только столько, ну, сколько есть, да. У меня же задача не просто карманы им опустошить, да. Я же хочу с ними работать долго. И я хочу, чтобы они ко мне пришли потом второй, третий раз и поняли, что как бы мы посчитали. Ниже себестоимости мы, конечно, работать не будем. Но сверхдоходов таких, которые мы просто забирать последним людей, тоже не вижу смысла. Ну, у хозяйства, у меня большого, допустим, фермерского хозяйства, это вполне... Подъемные деньги, подъемные деньги, да. Мы даже делали, у нас один был контракт по месячной оплате. Мы заключили его на три года, но оплата была по месячной. Потому что люди пришли, мы просто с ними поговорили, собственники, они сказали, ну вот такая ситуация, мы хотим, но вот... Я говорю, ну ладно, давайте, потому что это все решается. Цифровые технологии уже настолько прочно вошли в нашу жизнь. И самое удивительное, наверное, для многих, что в сельском хозяйстве они тоже реализуются очень даже успешно. Вот ваша деятельность и ваше отношение к этим процессам. Ну, начнем с того, что это просто тренд, да, он просто... Весь мир меняется, и цифровизация это такой процесс, который затрагивает вообще все отрасли человеческой жизни. Мое отношение к этому, как идущему за окном снегу, то есть это происходит, и поэтому в это надо вклиниваться, и в этот поезд надо заскакивать и ехать на нем. Цифровизация... Ваши алгоритмы уже вписаны в этот тренд. Да, да, да. Все, что мы делаем, сейчас электронный документооборот, на который мы перевели, допустим, наше учреждение. Во-первых, это все экономика, да, то есть за всем стоят деньги. Фермер, когда переводит свое хозяйство в цифровой режим, когда он ставит умную ферму, когда он делает умное поле, когда он цифровывает посевы, когда у него летает дрон над полем, и он высматривает, где у него перелив, где недолив, где меньше фосфора, где больше. Потом он контролирует тоже растение, у него дрон летает, например, ну или он кого-то зовет, чтобы мы это сделали. Он получает больше выгоды, поэтому этот процесс его не остановить. Кроме экономики, конечно, есть еще такой другой тренд, это, в принципе, весь мир, он съезжается в города. Сельское население падает в процентах по всему миру. Есть даже такое мнение, что в будущем государство разрушится, и будут огромные мегаполисы, многомиллионные, может быть, стомиллионные. Это один из вариантов развития нашего с вами будущего. Почему это происходит? Можно ли это остановить? Наверное, нет, не получится в каждую деревню поставить, например, по театру или там по филармонии, да, физически. Земля может обрабатываться на больших площадях уже в полуавтономном или автономном режиме. Поэтому нужно просто сделать так, чтобы люди не потеряли работу, чтобы они находили какие-то другие возможности. Ну, так как удаленный режим. Удаленный режим, например, да. Вот сейчас это как бы эпидемия, пандемия, вернее, она показала, что есть новые подходы. Уже написано очень много книг, как жить, как пережить эту пандемию, да. И я думаю, что оно просто ускорило тот процесс, который бы все равно к этому пришел. Потому что какие-то вещи не требуют вашего личного присутствия, так же, как на поле. Ну, едет у вас комбайн по маршруту, ну, зачем вам сидеть там и контролировать процесс, если все это сделает робот, если все это сделает цифра. Поэтому мое отношение к этому как просто к будущему, в котором надо жить и надо в нем участвовать. Замечательный пример, да, это скоротечности жизни и стремительности человеческой мысли. Вот сколько прошло? Лет 40, может. Вот такая техника была на полях, а сегодня мы там видим уже беспилотные комбайны. Прогресс не остановить, как вы понимаете, поэтому технологии меняются. По сути, в ближайшем будущем, наверное, появятся какие-то другие средства работы на полях, просто мы еще даже предположить не можем. Есть мнение, что на поля надо загонять дирижабли, какие-то новые типы летательных аппаратов, чтобы не давить ничего, да, чтобы по посеву. Делают трактора на огромных колесах, такие с низким давлением, чтобы они, ну, не давили. Поэтому беспилотники, да, они сейчас вошли, из беспилотников уже поливают, опрыскивают, снимают показатели. То есть это скоро будет норма, чтобы у фермера, кроме тракторов, еще был свой парк беспилотников, который работает на поле. Это все, конечно, замечательно. Прогресс его не остановить, и экономика. Но ведь есть еще один такой социальный вопрос. А рабочие места? Рабочие места должны меняться. Ну вот вы, если так подумаете, сколько профессий ушло в небытие, мы сейчас не помним их, да, но сколько было там разных других производств, которые ушли, и люди переквалифицировались. Поэтому, наверное, задача государства сейчас, она реализуется в нескольких очень крупных общероссийских проектах. Переобучение людей, постановки их на новые платформы. В университетах открываются новые программы, специалисты по цифровой трансформации. Есть очень много там красивых иностранных слов по этому направлению. Поэтому я думаю, что если правильно все делать, если постадийно, перед тем, как ввести технологию, нужно обучить людей, нужно, чтобы люди, ну, действительно, как правильно говорить, не оставались без работы. Потому что роботизация, автоматизация, она очень многих сердце заставляет быстрее биться. Потому что они говорят, а как же мы, а что мы будем делать? Отрасли-то никуда не уйдут, просто перейдут в другую зону, в другую плоскость. Поэтому я думаю, что здесь большой опасности нет. Это другие компетенции, совершенно. Но ведь что делать с кадрами на селе? Там есть проблема. У нас сегодня кадровая проблема в городах. Я знаю, вот много открывают хороших, высокотехнологичных производств, и у них есть дефицит кадров. В сельской местности это еще более существенно. Вот у вас лично есть понимание, как эти проблемы нужно решать? Только через образование, только через повышение квалификации, переучивание. Это надо внедрять в образовательную программу в университетах. Это нужно делать какие-то краткосрочные курсы, может быть, месячные, пятимесячные, годовые. Его нужно, мало того, что обучить, его еще нужно вернуть на село. Вот у нас университет. Согласен. В прошлом году вернулось в село 36 человек. Значит, там нет условий, которые люди бы подходили. Поэтому экономика, деньги, тут по-другому никак. Человек может сколь угодно любить свою малую родину, любить ту березовую рощу, в которой он бегал. Но если он там будет выживать, и вот вы никак туда не затянете. Поэтому это такой очень комплексный. Это не моя задача, это государственная вещь. Чтобы люди возвращались в село, необходимо создать условия. То есть, кроме технологий, чтобы не было тяжелого ручного труда. Здесь вот точно роботы помогут. Ну и роботизация, автоматизация, все эти процессы. Чтобы все решалось нажатием клавиш в идеале, да? И человек будет наслаждаться чистым воздухом, чистой водой. Кирилл Сергеевич, возможно ли сегодня у нас органическое земледелие? Возможно. И оно не просто возможно, оно уже реализуется. Во многих хозяйствах не внесение излишнего количества удобрения, обработки пестицидами или другими какими-то химикатами, оно входит в норму. Европа, она вообще, в магазин любой зайдете, там зеленые ценники висят. Они в несколько раз дороже, чем обычная еда. В Китае там просто есть два направления. Они делают продукты питания на экспорт и делают для внутреннего рынка. Для внутреннего рынка на минимум пользуют химией. С точки зрения здравого смысла, без химии мы, наверное, не смогли бы накормить такое количество людей. И многие ученые поддерживают, что да, приходится. Пока не было технологий. Да, но сейчас, понимаете, начинает вред от накопленного вот этого. В почве накапливается это, потом в продуктах питания накапливается. Вред начинает уже перевешивать те преимущества, которые мы получаем. Сейчас есть технологии, допустим, приготовления кормов без использования антибиотика с внесением растений, которые обладают антибактериальным действием. Есть способы биологической защиты растений. Когда вы не травите химией, а вы берете энтомофага, то, чем мы как раз занимаемся, это насекомое, которое ест вредное насекомое. Вы его вносите, они съедают всех. Например, там хищный клещ поедает тлю. Или там хищный клоп поедает колорадского жука. Все, он его съел, он вам никак не мешает, он уходит. И вы собираете чистую продукцию без химии. Мы делали глубокое исследование. Год мы применяли пестициды в смеси допороговой концентрации. Смотрели на крысах. Это лично мои эксперименты. И оказалось, что даже допороговые концентрации, которые не видны ни на одних тестах, вызывают накопленный эффект. И все болезни, которые у нас в 21 веке случаются, они так или иначе связаны с тем, что мы едим и что мы пьем. Поэтому, конечно, это то движение, которое нужно, чтобы у нас была здоровая нация. Это должно быть просто какой-то большой, наверное, федеральной программой в ближайшее время. Именно органическое земледелие, именно уход от большого количества химии, чтобы мы питались правильно. Насколько мы далеки от того, чтобы процесс пошел массово? Все дело в постановке задачи. Как только она будет сформулирована на государственном уровне, как только появится какой-нибудь указ президента или федеральная программа, это все пойдет очень быстро, потому что технологии все есть. А экономика не может? Мы же с вами уже проговаривали, да? Во всем лежат экономические процессы. Насколько экономически это выгодно? Но мы не говорим сейчас выгода о том, что вы привели пример, как в Европе, да, зеленые ценники в разы, в разы дороже. Мы говорим о том, что мы должны сегодня достаточный объем продукции, продуктов вырастить, накормить население, но без повышения ценника. Я понял вопрос. Я ему говорю, вот вопрос-то в чем, что насколько это затратно финансово, вот эти технологии? На первом этапе это будет затратно, безусловно. Да, на первом этапе будет затратно, потому что еще не отработаны технологии, нет технологических цепочек, да? Даже производство насекомых, вот этих, да, которые, ну, поедают вредителей, это процесс, его нужно масштабировать до размеров заводов. Пока это лабораторные установки. То есть здесь несколько есть таких тонких моментов, но я думаю, что когда это все смасштабируется, когда все-таки будет государственный заказ на это, все быстро придет в норму, экономика и рынок уравновесят эти процессы. Может быть, останется что-то такое, очень дорогое какого-то там высшего сегмента, ну, любые какие-то, как лакшери говорят, да? Но в общем и целом, я думаю, что можно, если вложиться в это, эту технологию можно отработать. Сегодня вот вы видите уже запрос на это? Огромный запрос, да. У нас существует сертификация даже. То есть люди сертифицируют свое производство как органическое и продают уже как бы по более выгодной цене. Поэтому процедура уже есть, просто, ну, грубо говоря, нужны регуляторы, да? В данном случае это государство. Спасибо, Кирилл Сергеевич. Всего доброго. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok